Привет, народ! Бегу в магазин за материалами. Москва отличается от Россоши знаете чем? Раньше 10 утра, ну короче, бесполезно в магазины какие-то идти, все закрыто будет. Москвичи работают по вечерам, по ночам, а по утрам они отсыпаются в выходные дни. Вот я могу смело поехать в 10 часов вечера, в 11-12 даже ночи ездил. Надо мне купить какие-нибудь там строительные материалы. Да не вопрос, я найду такие магазины и куплю. А дома, если вот сегодня воскресенье, в 2 часа дня придешь, рынок будет уже закрытый. Все, все разойдутся, все поедут отдыхать. Двое суток в Москве левый ливень. Такой прям моросящий, хороший, сильный дождь. В Кавужской области вчера гроза была, а я ездил вчера, ну практически в Калугу. Если я в 7 утра я вышел из дома, в микрорайоне железнодорожное Балашиха. Вот, и пока на электричке добрался до Киевского вокзала, а потом в сторону Калуги до Обнинска. В общем, я в 7 утра вышел, я только в 12 часов дня был в Обнинске. И потом на машине мы еще ехали к адвокату. Ну, в общем, попал я к нему примерно, наверное, часов 14 дня только. Вот, ну че, вот как я и ванговал, думал уже, что там случилось, что его система видеонаблюдения сломалась. И знаете, я там вчера накопал столько причин и столько проблем. Вот, 30 лет я занимаюсь системами безопасности. Причем, как занимаюсь? Это по специальности техник по ремонту радиоэлектронного оборудования. Мне вот нравится копаться в схемах. Дома книжки, все справочники там, транзисторы, тиристоры, диоды. Вот, всякие усилители, генераторы и тому подобное. На все это у меня даже куча справочников лежит. То есть я именно профессионально занимаюсь этими вещами. Так вот, 30 лет я работаю, 30 лет находятся каждый раз какие-то новинки, которые происходят сложно объяснить на данный момент. В общем, я туда вчера приехал. Первое, что я как и думал, не работал интернет. То есть там стоит 4G роутер. Значит, я подключаюсь к сети Wi-Fi. И, удивление, интернета нет. Говорю человеку, хозяину, говорю, у тебя денег нет на интернете. Интернет не работает. Скорее всего. Он, да, я забыл пополнить, он пополняет. Перезагружаем, проходит время, интернет не появляется. Он проверяет, оказывается, он перепутал сим-карты. Пополнил не ту. Короче, пополняет он еще эту. Перезагружаем, интернета нет. Ну что, открываю модем, достаю оттуда сим-карту. Причем я не стал присматриваться, там, как она, сим-карта установлена, правильно, неправильно. Ну, по умолчанию туда никто не лазил с его слов. Вот, и я ее достаю. Вставляю свой телефон. Да, сим-карта определяется. Но интернета нету. И что делаем? Звоним оператору. Делаем звонок оператору. Пока я разговариваю с оператором, появляется интернет. Появляется интернет. Достаю сим-карту, вставляю ее назад в этот же слот. Точно так же, как я ее достал. Я почему ее запомнил? Ну, там, понимаете, там на модемах они обычно значки ставят, как сим-карта правильно ставится. А она темно еще, не рассматривает. Ну, то есть, я запомнил это все, как она стояла. Механически вставляю сим-карту на место, интернета нету. Нету интернета. Тут с хозяином разговариваю. Он говорит, у меня дочка приезжала, модем доставала, вставляла ноутбук. И он работал. Вот это меня сразу прям заинтересовало. Его слова. Оказывается, все-таки дочка туда лазила его. Я, значит, достаю модем. Вставляю свой ноутбук, интернета нету. Открываю модем внутри. Смотрю, сим-карта поставлена неправильно, кверх ногами. Блин. Ну, короче, там уголочек такой обрезанный. Он должен быть снаружи, а он вставлен туда наоборот. Ну, че. Переворачиваем сим-карту. Вставляем. Все. Интернет появился. Интернет появился. Система заработала. Подключилась. Четыре камеры видеонаблюдения из шести. Начали работать. Или три, по-моему. Три, по-моему, подключились. Одна из камер. В прошлый раз я ее, когда в июле делал, камеры были куплены на Алиэкспресс. Вообще, человеком я, когда начали делать систему, у нас не было никаких отношений. Просто это был дядька, который пришел в магазин купить домофон. Так как монтажника не было, я, в общем, подпрягся ему сделать. Вот. И после чего у человека дача черти где, я ему посоветовал купить камеры на Алиэкспрессе. Вот. Я ему сказал, вот так, я на столе их соберу, самостоятельно сам установишь. И они у него работали. Четыре камеры. Вопросов не было. Ну, а потом, когда у нас начались отношения, что он взялся за мой суд, вот, я ему начал делать более совершенную систему видеонаблюдения с регистратором. Добавили еще две камеры, шесть того стало, с определением именно детекции на человека, ну и тому подобное. Технология, короче, умный дом. Чтобы еще за котлом смотрела, как там котельная работает, не работает, мало ли. Вот. Ну, что. Одна камера из тех, которых была ранее подключаемая, она реально, вот мы, когда ее сделал, я в прошлый раз к регистратору подключил. В общем, я доехал до Москвы, и она потерялась из сети. Вот, я попросил дочку зайти удаленно, у нас был серийный номер этой камеры, дочка зашла из дома с компьютера, камера поменяла IP-адрес. Ну, то есть она самостоятельно начала менять IP-адреса, блуждать по сети и, естественно, отваливаться от видеорегистратора. Переделали ей другой IP-адрес, вот, и все она заработала, но после чего случился уже этот момент, что перестал работать интернет, ну и в итоге система не работала. Полтора месяца, короче, ждали, пока я приеду. Вот, и я полез заниматься именно с этой камерой, ну, думаю, как самая проблемная. А там получилось, как идет туда один провод, и на один провод уже потом через коммутатор 12-вольтовый по разветвлению подключалось две камеры. Другие, ну, две камеры вместо одной было, в разные стороны смотрящие. Так подключать можно, так я делал не раз, хотя я так понимаю, что костыль, но это система рабочая. Вот, короче, я переобжимаю контакты. Ну, у меня была вообще мысль такая, не хватало напряжения, хотя там расстояние небольшое, ну, и из-за этого камера ввелась не совсем корректно. Я меняю, значит, блок питания, вместо 5-амперника ставлю на 10 ампер, более мощный. Вот, камера в сети не появляется. Я прихожу туда, поднимаюсь по лестнице, достаю все разъемы, плюсы-минусы проверяю, все нормально. Переобжимаю, короче. А, нахожу на одном из маленьких патч-кордов, которыми я соединял, на RG45-м разъеме контакты, по-моему, 3-й, 4-й, 5-й были недожаты. Я беру, значит, обжимку, переобжимаю интернет этот патч-корд. Вот, вставляем. Камеры появляются в сети, появляются в сети эти две камеры. После того, как они появились в сети, пропали две других, которые ранее работали. Я, короче, несколько стою, чувствую себя, вот, знаете, ну, блин, что происходит, какие-то, блин, полтергейсты. Проверяю плюсы-минусы. Вот, когда соединяешь камеры по пое-пассив, там очень важно, чтобы по интернет-кабелю плюс шел по синий, а минус шел по коричневой. Я перепроверяю, все соединения сделаны правильно, то есть идеально все сделано. Я раскидываю провода, они у меня были, короче, подключены все четыре кабеля, уходящих на улицу. Были скручены эти синие вместе, коричневые вместе, и вместе на ШВП, и подавались на блок питания. Я раскидываю эти все провода по отдельности. Распиновую заново питание, а так как новый блок питания позволяет, там много выходов. Ну, в общем, каждую камеру вешать на самостоятельный выход. Я, значит, перекидываю камеры, каждую на самостоятельный выход. В итоге, две, которые пропали камеры, не появляются. Поднимаюсь к этим камерам и чувствую запах гари. То есть камеры сгорели. Причем, причем, проверяю питание, питание было подключено правильно, и они же работали, они же работали, ну, больше года работали. Что произошло, я, вот честно, сейчас на данный момент понять не могу. Эти камеры я демонтировал. Значит, я их завтра отвезу в мастерскую. Есть человек, который, ну, ремонтирует, именно паяет у него все оборудование, есть модули. Вот, хочу понять, что же случилось, почему они вышли из строя. Да, кстати, в этот же день был перепад напряжения, то есть электричество выключили, запустился генератор. Но там есть и генератор в доме, есть и стабилизатор, и блок питания, причем 10-амперный, он защищенный. Он реально защищен от переполюсовки, от повышения напряжения, ну, то есть он просто уходит в защиту и перестает давать напряжение. Вот, этот фактор меня, если честно, смутил, и я до сих пор еще не знаю, что случилось, почему эти две камеры вышли из строя. Но, после этого я пока раскидывал эти контакты, в общем, отвалились эти же две камеры, которые я делал раньше. Вся система была собрана там на коммутаторе, значит, коммутатор был 6-портовый, 100-мегабитный. Я начинаю перекидывать порты местами, и я вдруг обнаружил, что один из портов битый, ну, то есть если в него подключаешь какую-нибудь из камер, то она сразу отваливается из сети. То есть еще и самый коммутатор оказался битым, а 5 портов там не хватает. У меня было с собой еще два 8-портовых коммутатора, абсолютно новых. Вот, автобус подъехал. Вот такие у Москвы электробусы ездят, электрический транспорт. Вот, значит, что я делаю, значит, по коммутаторам беру, подключаю новый 8-портовый коммутатор, подключаю его к питанию. Вот, подключаю его, значит, к питанию, и происходит вообще нечто непонятное. Ну, то есть коммутатор работает неадекватно. Он теряет камеры, они начинают отключаться по очереди. В итоге я оставляю тот коммутатор, который был, подключаю 4 существующих камеры в рабочие порты. Завожу на новый видеорегистратор, подключаю жесткий диск, устанавливаю приложение. Это все заработало, две камеры я демонтировал. На данный момент я сейчас, с завтрашнего дня, планирую эти камеры, ну, либо отремонтировать их совсем. Там еще, кстати, с камерами, две камеры из этих сейчас существующих, которые работают. Причем они же там Wi-Fi, с Алиэкспресса. То есть они определяются, именно две камеры дают по два IP-адреса. Видно Wi-Fi и проводной. Причем включено настройках и токопроводное соединение, но параллельно они все равно дают IP-адрес Wi-Fi. И причем он определяется, этот IP-адрес Wi-Fi. Причем и даже у далеких камер, что очень сложно объяснить, почему это происходит. Но, ну, так вот это происходит. Скорее всего, это, видно, косяк какой-то камер заводской. Вот, это косяк камер. Потому что они получают по два IP-адреса одновременно. Уже, наверное, создает конфликт какой-то в сети. И причем это не настраивается. Значит, мысль такая. Поставить поя-коммутатор, который будет питаться по 12 вольтам. Те две камеры, которые, две рядышком установлены, поставлю поя-приемопередатчик. Типа удлинителя линии интернет, который позволяет подключить. Да как раз там две камеры можно будет его поставить. Вот, и коробочка там существующая, уже благо защищенная. И мысль у меня такая. Адвокат все-таки занимается моим делом. Ее подают апелляцию сейчас делать. Условки его стоят достаточно дорого. Поэтому, я думаю, позволю себе поставить ему камеры, уже не купленные в Китае. А, например, какие-нибудь, ну, например, либо Дахуа, либо Хиквижн. Может, от Эстетехнолоджи. Которые именно сделаны уже, ну, здесь в России собраны. И которые, ну, реально в гарантии пользуются. Можно, конечно, было и Езвис поставить. Но, с Езвисом там целая проблема. У Езвис ни одна камера не работает по Анвифу. То есть, у них протокол Анвифа вообще отсутствует. А там по РТСП ссылкам. Причем, РТСП ссылки я пробовал подключать с разными системами видеонаблюдения. Ну, например, с Хиквижном оно работает, а с Дахуа не работает. То есть, видеорегистратор Дахуа по РТСП ссылке камеры не принимает. Сторонних производителей. Почему это происходит, пока еще непонятно. Ну, скорее всего, видно какой-то косяк в прошивке. Или программного обеспечения. Ну, и вот в это вникать не хочется вообще. Дело в том, что туда дорога будет занимать очень длительное время. И если ты выезжаешь с Москвы в 7 утра и попадаешь на объект в 14, то для того, чтобы успеть вернуться к 12 часам ночи домой, ну, надо как бы сделать все максимально быстро в сжатые сроки. Поэтому будут установлены другие камеры. А эти уйдут, не знаю, кому-нибудь в подарок. Кому-нибудь еще. Кому понадобится. А может, себе заберу. На дачу поставлю. Воробьев гонять. В общем, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, кто еще думает об этом. Тут, я понимаю, есть подписчики, которые именно занимаются тоже профессионально системой безопасности. Ну, может, кто что посоветует в этой ситуации. Но я вот впервые, наверное, за 30 лет себя почувствовал идиотом. Вот реально идиотом. Приехал на объект, и я не могу понять, что происходит. Никакого там повреждения кабеля нету. Никаких греющих кабелей не проходит. 220. Никаких светильников рядом параллельно не проходят. То есть кабели проложены в вагозащищенном месте. Уличный кабель, хороший интернет. ФТП. Да, ФТП, конечно, я сильно не приветствую. Потому что все-таки вот эти вот медные земляные жилы и фольга, она там, на мой взгляд, она вообще не нужна. Если можно, конечно, грозозащиту ставить. Но от грозы там тоже защита не нужна. По той причине, что кабели находятся за стеной. То есть они не на внешнем открытом воздухе. Абсолютно все заведено в коробке герметично. То есть нету никакого воздействия для молнии. Вообще, абсолютно, молния там никак не попадет. Тем более там установлены и молнииотвод. Грозащита на краю дома. Да и грозы там не было в том районе именно. За все лето ни разу дождя не было. Как аномальная зона. Так что, вот такая вот ситуация. Всем пока, всем здоровья, счастья, успехов, мирного неба над головой.